Новые старты, непревзойденные рекорды и живые эмоции. Это спортклуб, проект, где вместе мы подводим итоги недели. Миг в «Динамо» Михаил Грабовский будет ассистентом Крайга Вудкрафта в Минском клубе. Для белорусских болельщиков объявляю официально, что я уже закончил с карьерой, как игрок. Игорь Кривушенко остался с усами, но без работы. В отставку отправлен главный тренер в футбольной сборной. Проблема Игоря заключалась в том, что он до этого никогда не работал со сборной. Леонель Месси против Криштиану Роналдо сыграют на европейских играх в Минске. Об этом и не только. Расскажем в ближайшие 15 минут. Начинаем. Футболист Иван Бахар стал лучшим спортсменом прошлой недели. А прямо сейчас стартует наше новое голосование. Кто сегодня на пьеде стали? Владислав Кулеш помог сборной Беларуси выйти в финальную часть чемпионата Европы по гандболу. Екатерина Сокольчик набрала 13 очков в матче с Испанией вместе с национальной командой и вышла в финал четырехзолотой волейбольной Евролиги. Эльвира Герман финишировала третий на этапе бриллиантовой лиги в Норвегии и готовится стартовать на европейских играх в Минске. Голосуйте за лучших спортсменов недели на сайте ОНТ и в социальных сетях. Давайте вместе выберем чемпиона. Всего несколько часов назад гандболисты закончили отбор на чемпионат Европы. Сборная Беларуси будет на евро. Загнав себя в сложное положение после четырех туров отбора, наши гандболисты не имели права на ошибку и показали свой класс. Уверенно разбили в Тузле, Боснию и Герцеговину. Дома команда Юрия Шевцова разгромила финнов. Есть очередной топ-турнир. По словам главного тренера, на евро отправится самая сильная сборная Беларуси в истории. Пришло время замахнуться на попадание в четвертьфинал чемпионата Европы. Турнир пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции в следующем году. Один из лидеров сборной Беларуси Борис Пуховский на связи с нами из Бреста. Борис, добрый вечер, поздравляем. В команде не сомневались, что выйдут на евро. Конечно, все ребята готовились к победе. И в Боснии, и здесь. Однозначно каждый спортсмен верит в себя. Я думаю, что наиграть определенные комбинации и сделать меньше потерь, плюс большая мотивация, это залог успеха. И нам удалось в последних двух играх это все показать и сделать. Так что да, я думаю, что все не сомневались в том, что мы пройдем на евро. Юрий Шевцов сказал, что этот состав сборной лучше за время его руководства. Вы согласны? На мой взгляд, в этом составе, в отличие от прошлого, от предыдущего, так можно сказать, есть очень много вариаций, есть очень много разноплановых игроков, взаимозаменяемость, очень полезная вещь именно в нынешнем гонболе. Это явно пример оказался нам, помог выиграть Босницев. Когда у них закончились замены, пришлось с лавки поднимать резервы. Наши резервы были гораздо креативнее и мощнее. Я думаю, что это будущее гонбола. И однозначно это самая лучшая команда сборной Беларуси, в которой я играл. Я согласен с Юрием Анатольевичем. Спасибо, это был Борис Пуховский. Сборная Беларуси по гонболу попала на чемпионат Европы. Кто возглавит Минское Динамо? Болельщики долго ждали и вот получили ответ. Генеральный директор клуба Дмитрий Басков обещал бомбу, и вот она взорвалась. Крейг Вудкрафт возвращается, но не один. Вместе с ним Михаил Горобовский. Он будет его ассистентом. Канадский тренер возглавлял Зубра в самом удачном для них сезоне. В 2017 Динамо заняло 9 место в КХЛ. Михаила Горобовского болельщикам тоже представлять не нужно. Монреаль, Торонто, Вашингтон, Айлендерс, Вегас. И теперь МИК начинает тренерскую карьеру, о которой часто задумывался в последнее время в Минском Динамо. Сейчас один из лучших белорусских хоккеистов в истории Михаил Горобовский в нашем эфире. Михаил, вас не пугает новый вызов? Тренерская работа? Ну, наверное, это я сам для себя, наверное, решил, что, наверное, дома сидеть не самый лучший вариант. И надо чем-то заниматься, так как карьера игрока не позволяет больше мне участвовать в матчах, как игрок. Хочу попробовать себя в роли тренера. Вы уже общались с Крэйгом Вудкрафтом. Что он думает по поводу Вашего тренерского тандема? Ну, с Крэйгом я знаком давно еще, наверное, с 2014 года. Мы общались, делали вместе лагерь детский для наших юниоров. Поэтому я знаком, как он, как человек, как ведет игру, как готовит команду. Ну и плюс, когда он работал в Динамо, до этого я был на матчах и видел его стиль игры. Вот, я думаю, что с ним мне будет довольно просто, и это возможность для меня чему-то научиться, как тренеру. Что в Минском Динамо надо изменить? Над чем в первую очередь придется работать? Ну, наверное, в первую очередь сделаем акцент на том, чтобы преследовать свои принципы, как бы, довести их до игроков, до команды. Вот, и чтобы, самое главное, чтобы все работали вместе, как единый коллектив. Я думаю, что это и будет способствовать, наверное, хорошей игре команды, мне кажется. Спасибо, Михаил Горобовский рассказал о своей новой работе в Минском Динамо. В футболе вопрос похожий. Кто возглавит сборную? После четырех поражений в отборе на Евро команда лишилась главного тренера. Перед встречей с немцами Игорь Кривушенко говорил, что сбреет усы в случае победы. Имидж главный тренер сохранил, а вот работу потерял. В сборной Германии наши проиграли со счетом 0-2, затем в Северной Ирландии 0-1. В отборочной группе все потеряно, но остаются шансы попасть на Евро через Лигу наций. Кто займет пост главного тренера, неизвестно. Считаете ли вы отставку Игоря Кривушенко правильным решением? Об этом мы спросили наших зрителей. Большинство, 67%, уверены, что это лучшее решение. 33% сомневается в его правильности. Об отставке Игоря Кривушенко поговорим с Анатолием Байдачным. Известный тренер также возглавлял нашу сборную. Два года и сейчас у нас в гостях. Антон Николаевич, добрый вечер. Как вы считаете, правильно ли это решение? Судить очень сложно. Одни считают, что это правильное решение, другие неправильная. Федерация, если принимает решение, значит, она считает правильным. Естественно, Игорь считает неправильным. Каждые свои болельщики одно думают. То есть говорить, можно рассуждать очень много на эту тему. Я хочу сказать такую вещь, что проблема Игоря заключалась в том, что он до этого никогда не работал со сборной. Он очень правильно расставил акценты. Он понимал, что нужно подготовиться к этим решающим играм. Но допустил одну ошибку, потому что надо было даже, готовясь к этим играм, надо было игрой сборной давать основания для того, чтобы все видели, что идет целенаправленность, целенаправленность, подготовка. То есть даже не победы, а игра должна была давать какие-то гарантии. Или иметь за спиной огромную поддержку со стороны руководителей федерации, общественности и так далее. У него не оказалось ни того, ни другого. И поэтому Игоря пришлось покинуть. То есть и пришлось ему покинуть. А федерация не поверила в то, что он решит в будущем задачу. Вот я считаю, наверное, так. Хорошо известный вам российский комментатор Василий Уткин пошутил на тему того, что увольнение Игоря Кривушенко из сборной Беларуси это повышение, потому что такая ситуация у нас сложилась. Как вы считаете, верно ли это утверждение было? Ну, большой шутник Уткин, я его давно знаю. Говорить так о сборной Беларуси, я считаю, у нее никаких оснований. Это раз. Во-вторых, это просто неприлично говорить так. Два. А в-третьих, обыграв арабские команды и попав, чуть выйдя из-под группы на чемпионате мира, это очень огромная удача российского футбола, поверьте. Поэтому рассуждать так, я считаю, у нее нет оснований. Появилась в прессе информация о том, что Александр Ермакович отказался возглавить сборную Беларуси. И теперь в качестве главного претендента на эту должность называется имя Михаила Мархеля, который сейчас возглавляет молодежку. Что думаете по поводу такого выбора? Ну, Миша работал у меня помощником. Он хороший думающий парень, хороший тренер. Вопрос только в том, что вот ему только довели молодежку, надо будет себя как-то проявить, наверное, на этом поприще, а потом сразу национально. А то может получиться так, что и мимо молодежной, и мимо национальной пройдет все это. Если вернуться к тем поединкам, которые были, вы сказали, что должна была быть игра. Вы не увидели ни игры, никаких эмоций, совсем не получили от действий, которые команда выполняла на поле? Вы знаете, я вообще не понимаю такую вещь, когда болельщики начинают болеть за другую команду. Я считаю, что это не то, что неправильно. Это абсурдно, честно говоря. Для меня это вообще неприемлемо. Нельзя быть с командой только тогда, когда все хорошо. Я понимаю, выражать свои эмоции в том плане, если люди выходят и не играют в плане, не отдаются, не хотят играть. Но они же играют. Они играют так, как они могут на данный момент. Они просто лучше не могут. Вот в чем вопрос. А за это их освистывать нет смысла. Вопрос заключается в том, что нужно делать все, для того, чтобы те люди стали играть лучше. Тогда будут болельщики аплодировать. Тогда все будет... Но болельщики тоже должны подождать и потерпеть. Если сборная все-таки сможет пробиться на чемпионат Европы, не будет ли нам и болельщикам там за нее стыдно? Послушайте, ну что вам все стыдно да стыдно? Да одно попадание Белоруссии на чемпионат Европы, это уже успех и удача команды. Чего же можно стыдиться? Во-вторых, это спорт. Вы поймите правильно, мы же будем играть против команд, которые гораздо более сильные, чем наши. У них структура футбола намного сильнее, чем у нас. Поэтому попадание на чемпионат Европы, это будет шанс для того, чтобы футбол в стране развивался, чтобы это был стимул для молодежи, для детей и так далее. Это был стимул для руководства создавать лучшие условия в стране, чтобы развивался футбол. Поэтому стыдно, не стыдно, да не будет стыдно, все будет нормально. Спасибо большое, что пришли. И вот на этой оптимистичной ноте, наверное, мы с вами закончим беседу. Спасибо большое. Всего доброго. С возвращением в спортклуб. Волейбольная сборная в финале четырех золотой Евролиги. И теперь на кону путевки в звездную Лигу наций. Женская сборная прошла отбор без потери. Она не проиграла ни одного матча. В последнем белорусские одержали победу над фаворитками группы «Испанками» в гостях. Мужская команда также в финале четырех. Турниры сильнейших пройдут на следующей неделе. Женщины сыграют в «Ворождение», мужчины поедут в «Таллин». Главный тренер мужской волейбольной сборной Виктор Бекша. В нашем эфире Виктор Иванович. Выход в финал четырех. Это успех для команды или рядовой результат? Я думаю, что это большой успех. В принципе, мы, скажем, играли с очень сильными командами. По рейтингу нас сильнее. И та же Чехия. Это, так скажем, команда, которая и в элите волейбола. Ну, мы очень рады. Я думаю, что успех большой. Но на этом не собираемся останавливаться. Постараемся и показать хороший результат в финальной четверке. Спасибо. Виктор Бекша рассказал о выходе волейбольной сборной в финал четырех Евролиги. Лучшие футбольные клубы на европейских играх в Минске. Киберспорт включен в программу в качестве показательной дисциплины. Сыграет футбол на симуляторе FIFA 19. 22 июня в фандоме хоккейного «Динамо». Кто выйдет на виртуальное поле европейских игр, спросим у председателя Федерации киберспорта. Денис Богуш у нас в гостях. Денис, добрый вечер. Почему FIFA — это спорт? Да, добрый вечер. Ну, FIFA — это... Вообще, киберспорт — это спорт. А FIFA — это одна из дисциплин киберспортивных. Потому что в ней есть тот же самый файерплей, есть правила, есть определенные стратегии. Вот. Но, в общем-то, поэтому это и спорт. Как будет проходить турнир и кто будет в нем участвовать? Будут приглашены 16 сильнейших игроков. Будут представлены игроки футбольных клубов в том числе, белорусских клубов. Пока я могу предположить, что это будет представительство футбольного клуба «Динамо Брест» и футбольного клуба «Минск». Вот. И будут также игроки, которые не подписаны футбольными клубами, которые довольно успешно выступают в виртуальных баталиях. За какие команды смогут сыграть участники условно «Барселона» против «Ислачи», например? Да. Но на самом деле существует такое понятие, как мета. Мета в киберспорте — это, значит, какая-то цель выбрать сильнейшего игрока или сильнейшую команду. И, конечно, в этой мете есть очень сильные клубы, в том числе и «Барселона». К сожалению, «Ислачи» там нету, потому что всего в FIFA 19 всего три белоруса, потому как белорусы не очень хорошие результаты показывают, соответственно, их как бы и не вносят. В рамках европейских игр в Минске мы сможем увидеть противостояние Месси против Роналда. Да, сможем. Как прийти в этот спорт и сколько можно в нем заработать? Наверное, интересует всех. Ну, на самом деле он доступен, очень доступен, очень низкий порог входа, потому что сегодня каждый может взять джойстеп в руки и там клавиатуру и мышку и попытаться что-то сделать, поиграть, так сказать, да? Вот. Но нужно различать гейминг и киберспорт — это две разные вещи. Это, знаете, как группа здоровья и профессиональный спорт. Вот примерно вот так вот и у нас. В последнее время киберспорт очень популярен и даже другим видом любым, в принципе, может дать фору, за счет чего почему-то происходит? Ну, во-первых, конечно же, это хорошо организованные трансляции. Каждый уважающий себя турнирный оператор делает отличную трансляцию в отличной студии и, конечно же, привлекает лидеров мнений, комментаторов, аналитиков и так далее. Во-вторых, доступность к просмотру. Сегодня можно трансляцию посмотреть с телефона, что, в принципе, в Республике Беларусь, по нашей статистике, скажем, из 400 тысяч просмотров, порядка 70% просмотров с мобильных устройств. То есть сегодня интернет доступен везде и всюду, и его можно смотреть абсолютно спокойно с любой точки. Вот. Конечно же, это огромная аудитория, потому что эта аудитория интересуется играми. И смотреть сегодня игры для этого поколения гораздо интереснее, чем смотреть, потому что он завтра может прийти и попробовать сделать то же самое. В чем будущее киберспорта? Вы сказали, что он очень популярен у болельщиков. Может быть, совсем скоро мы будем действительно смотреть виртуальный спорт, а не ходить на стадионы? Возможно. Наступят такие времена, когда наши футболисты или не наши футболисты, а вообще все футболисты будут бегать в определенных локациях с фиарами на голове, с датчиками, играть в футбол, и при этом все это будет трансформировано, показываться в таком вот виртуальном пространстве. Возможно, это будет и так. Уже сегодня есть куча игр, где нужно очень серьезные физические подготовки для того, чтобы... Я про VR сейчас говорю, да? Он очень сильно развивается. Поэтому, возможно, все. Но очень-очень хотелось бы, конечно, чтобы классический спорт развивался, и чтобы менеджмент, вообще и менеджера, и клубы работали с четким пониманием того, что у них появился очень серьезный конкурент. Куча аудитории, которая сегодня смотрит их, завтра переключится и будет смотреть какие-то спортивные баталии. Поэтому нужно работать и над качеством трансляций, и над качеством... Да и вообще над играми, и над футболистами, хоккеистами и так далее, над самими участниками непосредственно этих спортивных состязаний. Денис, спасибо, что пришли к нам. Я желаю вам и вашей команде интересного турнира на Европейских играх. И передаю слово Марии Лемешевой. Прошу вас принять участие в нашей специальной рубрике. Добрый вечер. Итак, мы продолжаем дарить нашим зрителям подарки, предоставленные генеральным партнером спортклуба, букмекерской компании «Париматч». Итак, вы готовы? На этот раз подарок достанется нашему подписчику в Инстаграм под именем «Мик1959». Что мы ему подарим, я попрошу выяснить нашего гостя. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. 11 карт с названиями, каждая из них соответствует число на игровом столе. Вам просто нужно бросить кости. Прошу вас. Итак, выпало число 6. Итак, отличный подарок — это бутылка для воды. Поздравляю нашего победителя и благодарю вас за помощь. А нам остается напомнить, кто претендует на звание лучшего спортсмена недели. Владислав Кулеш помог сборной Беларуси выйти в финальную часть чемпионата Европы по гандболу. Екатерина Сокольчик набрала 13 очков в матче с Испанией вместе с национальной командой и вышла в финал четырехзолотой волейбольной Евролиги. Эльвира Герман финишировала третьей на этапе бриллиантовой лиги в Норвегии и готовится стартовать на европейских играх в Минске. Делайте свой выбор. Голосование уже стартовало на сайте ОНТ. На следующей неделе нас ждут новые события и новые имена. О них расскажут новости спорта, а мы подведем итоги. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, голосуйте и задавайте свои вопросы. И все это ровно через неделю в спортклубе. А мы прощаемся с вами. До встречи на ОНТ. Субтитры подогнали Симон.